Традиционно декабрь – пора новогодних корпоративов, подготовка к которым до ковидных времен начиналась, как правило, заранее, с отдельным бюджетом на артистов и угощения. Пандемия сократила горизонт планирования, добавив неуверенности в завтрашнем дне. В 2022 году сложилась другая картина. Многие предприятия либо вовсе отменили праздничные мероприятия, либо до сих пор находятся в раздумьях, уместно ли это на фоне текущей ситуации в стране. В связи с геополитической обстановкой в стране ресторанный бизнес действительно терпит некоторые потери. Например, снижение среднего чека. Россияне стали сокращать необязательные траты, в частности, расходы на развлечения. Как такие спады отразятся на малый бизнес? Конкуренция будет усиливаться и вполне возможно, что часть заведений будет закрыта или сокращена. Малый бизнес будет вынужден переключаться на какие-то новые сферы деятельности, более востребованные в данный момент. Возможно, нужно будет переходить не на торговлю и сферу услуг, к чему наш малый бизнес привык, а на производство. Многие рестораторы и предприниматели переходят на новые концепции. Лучше, чем в ресторанах открывать, лучше добавить несколько концепций и при этом понимать, что где-то могут заработать и при этом могут поднять средний чек. Одной из актуальных проблем сферы общепита является поиск персонала. Кадровый вопрос всегда остро стоял в ресторанном бизнесе, но особенно он стал ощутим после объявления в России мобилизации. По статистике, около 77% мужчин работают в сфере обслуживания, а это значит, что с уходом некой части мужского населения в общепите возникли проблемы. Многие покинули Россию. Не хватает поваров, официантов, барнов. То есть прям очень большая нехватка персонала. Она ощущается. Следующий год для казанского рынка будет турбулентным. Многим отраслям придется на лету подстраиваться под меняющиеся обстоятельства и искать новые пути работы. Ключевая задача предпринимателей – это сохранить коллективы, гостей и их лояльность. Алина Красильникова, Фариза Хитоглы, Универ Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова